Радио Болтком Утро на Болткоме Радостно продолжать этот эфир Утро на Болткоме в студии Александр Шунин Плюс 19 градусов уже так прогрелся воздух, напоминаю, сегодня будет до плюс 26 Ой, берегите себя, а то головку напечет Мы продолжаем, у нас уже на связи по Zoom, что означает, что можно будет дозвониться до студии, задать свои вопросы Я надеюсь, будет интересно, потому что мне лично эта тема интересна Как заработать на инвестициях в 2021 году, напоминаю, номера телефонов 6721-2939, 6721-3939 Итак, с нами Борис Люсин, руководитель отдела индивидуального управления активами и брокерских услуг Болтик Интернешнл Банк Доброе утро, Борис Да, доброе утро Начнем нашу, точнее, вашу лекцию о том, как же заработать на инвестициях в текущем году И, возможно, такой ламерский вопрос Как вообще изменил последний год этот инвестиционный сегмент? Какие тенденции прослеживаются? Да, вопрос совсем не ламерский Он очень актуальный, потому что Спасибо за комплимент Я готовился Да, 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 я понял Вот, действительно, мир поменялся Кардинально поменялся Мир учится жить по-новому И это относится и к инвестиционной жизни так же Рекордное количество денежных средств было напечатано центральными банками Для помощи или оздоровления экономики Да, часть этих средств действительно пошла тем людям, которые нуждались в них То есть для оплаты счетов или если какие-то индустрии нуждались в средствах Но, понятное дело, что эти деньги так же доставались людям, у которых особо нужды нету Плюс в условиях пандемии мы с вами, понятное дело, тратим меньше Ну, то есть это логично Вот, мы не путешествуем, мы не ездим в рестораны Вот, кино тоже дома, около телевизора Поэтому, конечно же, деньги накапливаются Вот, люди так же не тратят на какие-то такие серьезные вещи То есть, если у вас неопределенность, то вряд ли вы купите себе новую машину Или будете улучшать жилищные условия Вот, поэтому что же мы... Появляется вот это честно сэкономленное Куда-то вложить, инвестировать Возможно, тоже рискнуть, но, по крайней мере, с каким-то шансом выиграть, с шансом заработать Именно это и происходит Вот, получается у нас то, что мы видим, что, ну, все основные финансовые рынки находятся на исторических максимумах То есть, там за последние пять месяцев, вот была интересная статистика В фонды, инвестирующие в акции, было влито столько денег, сколько за последние 12 лет вместе взяток То есть, там порядка полтриллиона долларов То есть, ну, цифры абсолютно ошеломляющие, скажем так Вот, поэтому мы видим то, что мы видим Мы видим, что, ну, основные ставки по ценным бумагам, вот так называемые облигации Это отрицательные, то есть, например, в евро мы живем уже с вами довольно долго Что если хочешь вложить в надежные облигации государство, тебе предложат отрицательную процентную ставку Вот, мы видим то же самое, что происходит с рынками той же криптовалюты Вот, и опять же, вот тоже из интересного, это то, что так называемые стартапы Сейчас ситуация такова, что уже не стартапы ищут деньги, а деньги ищут новые стартапы То есть, куда бы вложиться Конечно, полностью сегмент инвестирования, он изменился Хорошо, в таком случае, какие инвестиционные тенденции характерны именно для Латвии или Балтийского региона Вы говорите о том, что, повторяя в какой-то мере слова премьера Помните, год назад Карнич сказал, столько денег, сколько сейчас не было никогда И буквально слово у слова вы сказали, что столько, сколько вложили вот за последний год Во все инвестиционные эти истории В жизни такого не было И прозвучала сумма полтриллиона долларов Вообще какая-то астрономическая сумма Так вот, какие основные тенденции в Латвии и Балтийского региона Что вы заметили И как местные вот эти вот, возможно, мелкие частные инвесторы Во что они вкладываются Только ли в географических границах региона или по всему миру Сами или с помощью приводбанкиров Тут, наверное, стоит отметить Уже разделить на две подсоставляющих То есть первая составляющая, мы уже о ней поговорили Это то, что действительно денег в системе очень много Вторая составляющая – это технические возможности То есть если раньше у нас с вами была только одна возможность У клиента открыть банковский счет Вот, прийти в банк, я не знаю, или там с помощью интернет-банка Еще что-то Вот, и открыть брокерский счет И начинать там торговать Звоня по телефону, либо еще по какому-то каналу связи То сейчас у нас плавно проходит техническая революция Вот, назовем ее так Мы видим, что достаточно скачать приложение на телефон Вот, пройти все там идентификации по телефону Вот, и у тебя доступна платформа, с помощью которой можно торговать То есть это делает людям доступ к финансовым рынкам беспроблемным То есть тебе не надо никуда ходить, тебе не надо ничего делать Поэтому в целом мы видим, что люди и прибалтийский регион Он ничем не отличается от любых других регионов Вот, люди следят в основном за ценными бумагами международными То есть это американские бумаги, это европейские бумаги Увы, рынок ценных бумаг прибалтийских стран Он не так сильно развит Если мы посмотрим на общую капитализацию То есть рыночную оценку акций Входящих в основные латвийский, литовский, эстонский индекс То это будет порядка 9 миллиардов евро Ну, эта сумма вроде как бы большая Но если мы просто скажем Возьмем, например, торговлю Которая происходит за день в акции Apple То есть это вот сколько за день меняют руки Одни люди продают, другие покупают Это в районе 14 миллиардов долларов То есть это просто дневной оборот Поэтому рынок акций прибалтийских стран Он, конечно, для наших инвесторов менее интересен Ввиду того, что А, на него не просто попасть Это, опять же, нужен тот же банковский счет И Б, на нем не так много всего интересного происходит Вот, поэтому мы видим то, что люди стремятся Покупать акции американские Европейские также Поэтому в целом, наверное, это общий тренд И в основном, кто выигрывал от этого Ну, мы видим, что американские фондовые рынки Они там каждый день бьют новые рекорды Вот, поэтому И мы же понимаем, что у нас с вами Основные как бы Все имена на виду То есть там Apple, Google, Tesla и т.д. Вот, то есть это то, что легко загуглить Это то, что легко посмотреть Вот, ты понимаешь хотя бы, что это Нежели тебе надо Лезть в интернет Делать какие-то исследования То есть вот чем сейчас инвестиционная среда поменялась Что это больше вот такого формата Быстрой инвестиции То есть люди сильно не задумываются Они смотрят на то, что Рынки за последнее время Очень сильно росли И поэтому Складывается такое Относительно ложное впечатление Что рынки падать не могут Вот, если мы вспомним с вами Март прошлого года Когда это был вот этот пик Или эпицентр Или начало ковида Вот, тогда рынки упали порядка на 30% И я, заходя на Да И я, заходя на сайт Monopensia.lv Вот, смотрел Что там у нас по пенсионным уровням И на тот момент Основные там цифры были Вот, смотришь Вроде пенсия копится Вот, а там цифры были Очень грустные То есть это минус 15% То есть вот за буквально Там две недели От твоей пенсии Отщепнуло 15% Поэтому Борис Бога ради Простите, я вас прерву Давайте уважим Звонящего в эфир Примем Телефон и звонок Хорошо? Алло, доброе утро Да, доброе утро Здравствуйте Может быть, будет Ну, глупый дурацкий вопрос Ну, задам его А акции Предприятий, которые Сделают вакцины Есть смысл покупать От того же, там, ну, не знаю Файзер, понятно Говорят, что 5 миллиардов Хочет заработать на этом А вот, я думаю, что Пока не признали Тот же самый спухник Акции, наверное, у него Если есть, то они будут дешевы Есть ли смысл его покупать Например? Спасибо за вопрос Да, ну, скажем так Экономическая теория Говорит о том, что Все вот Все новости уже основные Они включены в цену То есть, в принципе Ну, ни для кого из нас не секрет Что фармацевтические компании Выпускают вакцины Они выпускают их уже давно Кто-то более удачный Кто-то менее удачный Был на этом поприще Вот Поэтому, скажем так Перспектива какого-то роста Именно на то, что будут компании Выпускать вакцины Ну, она такая довольно Туманная Она будет И это уже, скорее всего Все включено в цену акции Но надо понимать другой Да, да, да Именно Есть ли смысл вкладываться В производителей вакцин Потому что тема сейчас Остро актуальна Во всем мире Да Производители вакцин Зарабатывают не только На вакцинах Если вы знаете Они чудесно зарабатывают Еще на тестах Ковид-тестах И Это большая статья Доходов У них Я вот не помню уже Какая компания Но Тоже ребята Начали задумываться О том, что Если сейчас все Активно прививаются То что же у нас Будет дальше То есть Тесты больше В принципе В таких объемах Не будут нужны Будут зеленые паспорта Еще какие-то там метки Вот Поэтому Компаниям уже Ну, скажем так Не то, что им сложно Или еще что-то Но Вот одна из статья Доходов Она уходит Вот Второе Здесь Мы видим Вот, например На территории Штатов Как его Президент Байден Решил Уже Пойти на тот шаг Чтобы Разблокировать Патенты Ну, я не знаю Это было утверждено Вряд ли это На данный момент Утверждено Но, тем не менее Чтобы Патенты на производство Той или иной вакцины Они либо длились Короткое время Либо вообще Были доступны Всем производителям Почему? Для того, чтобы Ну, вакцины нужны всем Люди страдают все Поэтому давайте Откроем этот рынок Вы изобрели Спасибо Вот, теперь Ваши вакцины Будут поставлять все Поэтому, в целом Рынок медицины На него стоит смотреть Если у вас есть Портфель ценных бумаг То он Ну, почему бы нет Но, опять же Ставить Все На только фармацевтику Вряд ли стоит Потому что Здесь вступает Вот основной принцип Инвестирования Это диверсификация То есть у вас Должна быть Фармацевтика И там, я не знаю Технологические компании То есть всего По чуть-чуть Тогда в случае Если завтра Кто-то ковид Победит И вообще Он больше Не будет неактуальный И все С фармацевтикой Скажут Ну, как бы Ну, больше неинтересно Спасибо Вот То вы Не пострадаете То есть у вас будет Остальная часть портфеля Которая С которой будет все Хорошо Ну, по-моему Исчерпывающий ответ Огромное спасибо Напоминаю Мы беседуем С Борисом Люсиным Руководителем отдела Индивидуального управления Активами и брокерских услуг Болтик Интернашнл Банк Говорим о том Как заработать На инвестициях В 2021 году И мне кажется Есть смысл Звонить Привой в эфир Задавать вопросы Если они у вас есть Наверняка они у вас есть Номера Напомню 67212939 И 67213939 Также вы можете Прислать Сообщение На наш Ватсап Студийный Родийный 2306191 А пока Я продолжу Беседу с Борисом Какие типичные Ошибки При инвестировании Ну вот Вы только что Коснулись Одной Грани Всего по чуть-чуть Диверсификация Не складывать То самое Все яйца В одну корзину На чем Еще Можно обмануться И погореть Ну Скажем так Есть еще одно правило Которое Убережет вас От каких-то Ну дополнительных Таких убытков Вот Учитывая что Сейчас рынки На Находятся Как мы уже Третий раз Я наверное повторюсь За сегодняшний день На Максимальных Значениях То Покупать В данный момент Если вы хотите Составлять Инвестиционный портфель То надо постепенно То есть Сглаживает У нас что-то Будет всегда расти Что-то Будет всегда падать И постепенное Вхождение в рынок Это сгладит Вот вам Некоторые Такие Модное слово Волатильность То есть То что Рынки имеют Тенденцию Двигаться Вверх Вниз Вот И никто Эти движения Предсказать не может То есть Нету такого Финансового В мире Гуру Который бы мог Сказать Что вот Завтра будет Так Или завтра Будет Так И оно Действительно Бы случилось Поэтому Надо быть Аккуратным В этом вопросе Потому что Это ваши деньги И с ними Ну тут Как бы Лучше не играться Второй вопрос Это Ну Видите Вопрос Спекуляции Или инвестирования То есть Есть первый термин Спекуляция Это краткосрочная игра На Не знаю Повышение цены Той или иной акции В принципе Есть поговорка Что Все спекулянты В какой-то момент Становятся Долгосрочными инвесторами То есть Они до какого-то момента Играются Купили Продали Купили Продали Вроде Все хорошо Но тут Раз Рыночная ситуация Поменялась И Акции упали В цене Вроде и продавать Не хочется Фиксировать Убыток Ну Вроде и компании Нормальные Будем ждать Будем ждать Год Два Три И вот Ты стал Долгосрочным Инвестором Поэтому Спекуляция Это чуть-чуть Дело другое Здесь мы Наверное Скорее Смотрим На Инвестиции И конечно же При каких-то Таких вещах Многие Сейчас Смотрят В интернет На Я не знаю Различные форумы И так далее И Люди В большинстве Своем Они доверчивы То есть Мы читаем Что кто-то В интернете Опубликовал Новость Что вот Завтра Так Эта компания Которая Стоит Сейчас Три цента За акцию По какой-то причине Вот так Рынок Решила Она вырастет На сто Пятьсот Процентов Но По какой-то причине Этот же человек Это написал То есть Вот для чего Он это сделал То есть Если он верит Что она Завтра вырастет То купи ты сам И сиди Тихенько молчи То есть Ты нашел золото Зачем ты рассказываешь Это всем остальным И чтобы все Озолотились Ну как же А покрасоваться Мол Самый умный Покрасоваться Обычно Это заканчивается тем Что этот человек Он покупает Эти акции За три цента Новость эту Публикует На всех форумах Тематических И так далее Вот Сбегаются Другие люди Скупают Эту ценную бумагу Задирают Цену вверх А там Объемы торгов Маленькие Там можно На любом объеме Унести Вот И он сам продает А эти люди Остаются ни с чем Ну то есть Не то что ни с чем С компанией Которая по итогу Стоит Вот те же самые Три цента То есть Она никому Особо там не нужна Ну и тут Мы приходим К следующему Такому смежному Вопросу Любой Сегмент Экономики Где крутятся Большие деньги А инвестирование Вы сами оценили В полтриллиона Долларов Полно лихих людей Как не попасться На разводки Как избежать Вот общения С аферистами На что обращать внимание Что должно быть Вот каким-то триггером Таким Стоп-словом Или стоп-действием Ну Скажем так Первое Наверное Слово И основное Это Доходности Которые Ну не существующие То есть там Я не знаю 30 процентов В день 40 процентов В месяц Там и еще что-то То есть Такие цифры Они уже Заставляют задуматься О том Что что-то тут не то Ну не бывает Так Если ты живешь За 40 процентов Вот твой бизнес Дает тебе 40 процентов В месяц Тогда вообще Зачем ты мне Звонишь по телефону То есть в чем твоя логика Сиди Я не знаю На Мальдивах Попивай Пинаколаду И ничего не делай Нет Человек мне что-то Названивает И предлагает Инвестировать В то Что можно уже Как бы Дозолотиться На третий день Вот То есть Должна быть Рациональная логика Если Ну Инвестирование Это Долгосрочные Вложения Потому что Сегодня это плюс Завтра это минус Но экономическая теория Говорит о том Что все равно Рынки В долгосрочной Перспективе Растут Это действительно Так Вот Поэтому Надо смотреть На то Что Если в этом Просто какой-то Смысл Вот Зачем люди По субботам Названивают По телефону Для того Чтобы предложить Просто кому-то Золотое дно Вот И второе Ну Не переводить Таким людям Деньги Скажем так Любые Вот Варианты Когда Вот давайте Инвестируем Вот вам номер счета Вы туда-то Быстренько Закиньте И все Будет То есть В этих вопросах Надо доверять Больше Банкам Надо доверять Брокерским Компаниям Посмотреть Есть ли там Какая-то Лицензия И так далее То есть Больше быть Как бы Проявлять Заботу о средствах Мы же с вами Идем В магазин Покупая Какие-то Продукты Видя Даже Скидки Мы возьмем Посмотрим Срок годности Или еще что-то Даже Покупая Молоко Вот Так почему же Мы Так же Не ведем себя Когда нам Говорят Вложите Деньги И получите Там Завтра 100-500 Процентов Ну то есть Включать Голову Такой В общем-то Логичный Расчет Борис Время начинает Поджимать Из эфира Мы получили Вопрос Латвийские компании Можно ли на них Заработать В качестве Примеров Вопрошающих Привел Латвия с газа Латвэнерго А также Эстонские Литовские компании Имеет ли смысл Вкладываться В них Ну в целом Опять же Повторюсь Почему нет Это может быть Частью портфеля Да Но если мы говорим Про латвийские компании Просто их действительно Немного Куда там Посмотреть Их там Я не знаю Пятерка Литовские Эстонские Вот если Основные индексы Посмотреть То там будет В районе 30% С конца 2019 года Компании Выросли То есть Латвийский индекс По-моему Был в районе Тсети То есть В принципе Да Почему нет Это нормальные компании Которые работают Которые зарабатывают Которые Вы знаете Вы знаете Что с ними происходит Они у вас под боком То есть Вы всегда можете Быстро среагировать Эти новости У вас всегда На столе На мониторе Или еще где-то На радио Болтком и портале Микс Ньюс ЛВ Согласен Да Абсолютно Не мог не упомянуть Родные названия Борис Огромное спасибо К сожалению Действительно Время вышло Тема интереснейшая Я бы с удовольствием Как-нибудь еще Продолжил Уверен Что наши И слушатели И зрители Тоже Поэтому Огромное спасибо Хорошего дня До новых встреч С нами был Борис Люсин Руководитель отдела Индивидуального управления Активами брокерских услуг Болтик Интернашнл Банк Мы говорили о том Как заработать На инвестициях Во что вкладываться В 2021 году И конечно же Текстовую версию Нашей беседы Читайте сегодня Ближе к обеду На портале Уже упомянутом Микс Ньюс ЛВ Борис Еще раз спасибо Хорошего дня Уважаемые слушатели После небольшой паузы Возвращаемся в эфир И будем помогать Канапе Скульптура Центр Выжить Сделать ремонт в здании И продолжить работу Оставайтесь с нами